Всем привет! Сегодня я расскажу вам о таком шаблоне проектирования, как template. Точнее о паттерне проектирования. Смотрите, концепция очень простая. У нас должен быть абстрактный класс, который задает, скажем, template, у которого есть несколько методов и мы задаем концепцию, как они будут выполняться. То есть мы создаем template, но мы не реализуем его. В общем, сейчас поймете. Смотрите. Сделаем метод void step one, step two и step three. И так же мы делаем метод void ram, где запускаем step one, step two и step three. Вот и все. И в принципе, теперь все, что нам осталось, это заимплеметить его класс, там не знаю, job extends template. So, let's see. First step. step second step и все вот и все, то есть у нас есть такой темплейт у нас может быть несколько имплементаций, которые мы просто указываем шаги 1, 2, 3 вот, а потом метод ранок запускают то есть все что нам надо, это здесь сделать template равно new job и template run вот и все, то есть мы это можем запустить концепция довольно-таки простая как видите то есть ничего сложного, идея в том, что у нас есть шаблон, по которому у нас всегда будет это практикать какой-то определенный алгоритм но при этом у нас мы можем только задавать шаги то есть то, что будет на первом шаге, на втором и на третьем все остальное там будет как-то ну, соответственно работать то есть вот таким образом мы можем задать template этот протпатем, он часто применяется, к примеру, вы знаете наверняка тут же самый, эти как их, вот этого слова из головы сервлеты, когда вы используете сервлеты, там тоже есть инициализация, есть do.get, do.post методы, это все тоже работает на основании тех же самых темплейтов вот, еще как пример мы можем создать, к примеру смотрите, game то есть мы можем то есть мы можем ой-ой-ой к примеру переименовываем это как game какой-нибудь не переименовалось, ладно а шаги у нас будут там, start, start, game, play и endgame ну, здесь какая-нибудь конкретная игра, там я не знаю, там, покер к примеру ну, и что-то в этом духе у нас может быть покер ну, то есть я попытался придать этому какую-то логику, чтобы вы больше этого понимали что у нас могут быть разные игры, они все будут такие по одному и тому же алгоритму при этом это может быть покер, мы можем еще какой-нибудь класс создать здесь у нас там может get cards здесь у нас там какой-нибудь play ну, а здесь, естественно, lose money вот как-то так работает у нас наш темплейт, да то есть это какой-то просто алгоритм имплементацию конкретных методов, которых мы задаем позже ну, вот как-то так, ничего сложного надеюсь, вам было интересно обязательно подписывайтесь, ставьте лайки на сегодня все, всем пока пока